Всем привет! Сегодня, можно сказать, мы начинаем такой челлендж вырасти горошек зеленого. Зеленый горошек не самая простая культура для выращивания, и когда я начинала только выращивать микрозелень, горошек мне давался, наверное, сложнее всего. И спустя год после разных экспериментов только мне удалось вырастить нормальный горошек без плесени, без какого-то загнивания семян, без того, что семена не прорастают, желтеют, сохнут и так далее. И для себя я такую технологию определила, самую эффективную выращивание горошка. И первое, что важно знать, это семена. Семена, которые быстро действительно растут и приносят урожай уже через 10-14 дней, в зависимости от условий выращивания. Это сорт Мадрас. И вот пока я экспериментировала с обычным горохом, у меня не выходило ничего. Как только я купила специальный горошек для выращивания микрозелени, он продается и в маленьких пачках на один раз, он продается и в больших. Вот у меня полкилограммовая, уже половина нет. Потому что горошек пользуется в моей семье спросом микрозелень. Если там какой-нибудь редис дети не очень любят, и он довольно специфический, его можно в салаты добавлять, ну просто так в прикуску его не поешь. То горошек можно и просто так есть. Он очень вкусный. Такой у него приятный вкус. Действительно молодого зеленого горошка. И классно вообще идет. Даже с какими-то сладкими блюдами. Я люблю горошек есть с творогом, с запеканкой с той же. Можно даже к сырникам положить его. Так что он очень такой универсальный продукт. И еще горошек растет довольно большой, высокий. В отличие от микрозелени базилика, который там полтора сантиметра от грунта, от коврика вырастает, то горошек может вырастать сантиметром 10-15. То есть это такое ощутимо смотрится. Он привлекательно очень смотрится. На окне все спрашивают, что это, кто приходит в гости. И еще фишка есть у горошка. Урожай может вырастать в два раза. То есть если мы его срезали, повторно он может вырасти. С чего же начать, если мы выращиваем горошек? Мы купили нужные семена, определились с емкостью, в которой мы будем его выращивать. Это может быть специальный проращиватель любой формы. Это может быть вот такого плана платочки. Они тоже подходят. Это может быть стеклянная емкость для хранения. То есть не имеет значения, в чем выращивать горошек. Важно, чтобы были хорошие семена с хорошей схожестью, которые очень быстро дают урожай. И кокосовый субстрат. Вот у меня такой субстрат, который мы будем готовить уже завтра. А сегодня мы подготовим сам горошек. Как же его готовить? Ну, во-первых, его нужно просмотреть. Таким образом я высыпаю горошек на ладошку. Или вот в данный момент на стол. Вот таким образом мы просматриваем горошек. На наличие поврежденных семян. Каких-то темных, колотых. Такой брак лучше отобрать. Потому что все семена, которые порченые, колотые, они не дадут урожай, а будут создавать такую микрофлору, которая будет провоцировать плесень. Мы их отбираем. Присматриваем глазками и отбираем. Потому что даже в самых чистых семенах, которые предназначены для микрозелени, будут попадаться экземпляры, которые нам не нужны. Такого объема горошка достаточно, чтобы засадить проращиватель. Потому что он увеличится раза в два, после того, как мы его замочим. Целый горошек мы помещаем в банку. Это может быть любая емкость, в которой можно замочить. Горошек в банке. Плохие экземпляры мы отобрали. Теперь важно залить горошек водой. Воду для замачивания лучше использовать питьевую. Если вы заметили, что на поверхности воды много мусора, такое тоже бывает, плавают какие-то фрагменты, зерен, то лучше такой горошек промыть и еще раз залить питьевой водой. Первый этап выращивания горошка замачивания. Мы отобрали плохие семена. Хорошие семена мы залили водой и ставим в комфортное место. Желательно, чтобы это было теплое помещение, ну, жилое. Чтобы была плюсовая температура, не ниже плюс 18, например. Мы залили семена, ставим их и оставляем так на 10-12 часов, пока они набухнут. Субстрат мы будем уже готовить после того, как семена увеличится в размере и активирует свою такую жизненную энергию. На утро или через 10-12 часов горошек уже готов. Он увеличился в размере, набух и готов дать ростки. Но нам нужно еще подготовить субстрат. Я взяла кокосовый субстрат. Он отламывается вот такими фрагментами. И для лоточка такого или проращивать для такого небольшого нужно немного субстрата, вот буквально такого кусочка хватит. или такой квадратик 5 на 5 сантиметров. Что нужно сделать? Нужно теплой водой залить субстрат. Воды должно быть больше раз в 10, чем самого субстрата. И он сейчас будет набухать. Такое захватывающее зрелище. Он начинает резко увеличиваться в размере. Плюс этого субстрата то, что он очень хорошо удерживает влагу. То есть заметно, как он увеличивается в размере. И в 9 раз больше, в 9, даже в 10 раз больше своего объема он удерживает влагу. Нам это нужно для того, чтобы постоянно не поливать горошек. Ему всегда было достаточно влаги, чтобы не было таких каких-то перепадов. То сухо, то мокро. Если вдруг вы перелили воды, то это будет видно, вода будет стоять на дне миски, которую вы замачиваете. А так вот, уже минут через 5, даже меньше, субстрат будет такой рыхлый, влажный, но не мокрый. То есть с него не течет вода. Его можно перемешать, чтобы равномерно он напитался. То есть ничего хитрого и сложного, нет в том, чтобы приготовить субстрат. Просто залить водой. Так, сейчас я буду субстрат укладывать на проращиватель. Вот у меня проращиватель с дырочками. В случае с проращивателем я еще дополнительно в емкость налила воды, чтобы когда корешочки опускались через эти дырочки, они получали влагу. И сверху укладываю субстрат. Субстрата много не нужно, сантиметра полтора-два, вам будет достаточно. Вот таким образом я укладываю субстрат. Сильно нет рамбона. Покажу почему. Так, я решила засадить несколько емкостей. Но здесь уже достаточно. У меня еще есть такие одноразовые. Посмотрим, насколько хватит горошек. Следующее, что нужно сделать, это распределить горошек по субстрату. Делается это просто. Берем горошек, распределяем равномерно. Бобовые не должны лежать друг на другу. Распределив семена более-менее равномерно по поверхности субстрата, мы вжимаем, прям ладошкой, вжимаем семена в кокосовый субстрат. Вот таким образом туда их погружаю. Они в процессе роста, в процессе того, как будет появляться первый росточек, будут, конечно, стремиться немножко вверх вылазить. Но мы еще раз прижмем в следующий раз. Есть технология, когда полоточек-полоточек ставят или делают прижим. Мне эта технология не понравилась, потому что воздух не поступает к семенам, большой риск возникновения плесени. Так как я выращиваю не в каких-то таких масштабах коммерческих, мне проще вот два древаточка прижать все-таки пальцами и лишний раз не провоцировать плесень. Все, задел для горошка мы сделали. Теперь накрытые семена во влажном субстрате мы ставим в темное теплое место, но не на плиту, конечно, это может быть какой-то шкаф, либо у меня есть шкафчик в санузле, такой ящик, где ничего не стоит. Там темно, тепло и нет каких-то сквозняков. На окне дольше будет прорастать горошек, особенно если есть сквозняки. И так мы убираем на три дня. То есть три дня горошек будет прорастать. Каждый день желательно открывать крышку и наблюдать, что же там происходит. Не завелась ли плесень, не гниет ли горошек, и действительно ли он прорастает. крышка не плотная, можно вместо крышки использовать пищевую пленку. Мы затягиваем лоточек пищевой пленкой и делаем там 10 дырочек сверху, чтобы воздух поступал. Выращиватель тоже самое. Ставим в теплое место без сквозняков. Также на три дня открывая крышку будем проверять, что происходит с семенами. Сегодня 11-й день выращивания горошка. Он уже готов для того, чтобы его срезать и добавлять в еду. И можно украшать блюдом, причем любые, и сладкие в том числе. Можно добавлять в салаты, можно просто есть прикуску. Он очень вкусный и нравится детям. Горошек нужно срезать, оставляя одну почку от корней или от самой горошины, на которой он вырос. Для чего? Для того, чтобы получить еще один урожай. Это такое преимущество выращивания горошка в микрозелени. Можно получить два урожая с одной посадки. Как это делать? Вот мы срезаем горошек, оставляя почку из которой вырастет еще один такой же побег. Горошек в среднем растет 10-15 дней. Если это скороспелый горошек и предназначен для микрозелени сорта Мадрас. Все зависит от условий выращивания. Чем светлее будет в помещении, чем теплее и чем воздух будет такой более влажный, тем горошек быстрее вырастет. Если в помещении будет прохладно, горошек тоже вырастет, но будет чуть медленнее происходить рост. Теперь вы знаете нехитрую технологию выращивания горошка. Она действительно несложная, просто нужно знать нюансы, с которыми я с вами поделилась. И этими знаниями можно пользоваться бесконечно, выращивая горошек в любое время года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова